Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Два дня назад я сказала вам, что будет разыгрываться лампа Mars Hydro. Вот это современное светодиодное, под которое у меня сейчас растет зелень. И тогда я сразу сказала, что я еще ничего не понимаю. И вот сейчас я, как это есть такое выражение, въехала в тему. И сейчас условия конкурса упростятся. Я обо всем вам расскажу, но сначала хочу показать вам свои растения, которые меня радуют. Смотрите, захожу каждый день, и каждый день что-то новое. Вот эта горчица ажурная. Смотрите, какие красивые листики у нее начали появляться. Это прелесть. А вот это вот вообще. Ну тут смесь салатов, тут есть такой красный, а есть зеленый. И вот эти красивые листики. Пусть я даже их есть не буду, только для того, чтобы как для медитации, для поднятия настроения, чтобы улучшить настроение. А вот этот, смотрите, какой разлопушился. Вот прям какие-то листики, как крапивные. Красивые, красивые. Ну и наш, конечно, вот этот традиционный наш советский салат парниковый, московский, который всю жизнь у нас в теплицах выращивается. Выращивался, по крайней мере. Он тоже такие лопухи распустил. Я вот вчера вечером даже своих распекировала. Распекировала свои золотые яйца, которые хочу вырастить зимой. Вот тут падалишные вот эти помидоры. Главное, интересно, смотрите, помидоры упали. Одна с картофельным листом. Одна вот с такими листьями, разные. Это вот самосев. Конечно, всех я не могу спасти и сохранить. Их придется выбросить. Томат, который я обстригла для затормаживания, для притормаживания. Смотрите, он дал такие хорошие пасынки. И он очень просит, чтобы я подсыпала ему земли. Видите, вот эти вот шишечки, как бородавочки. Это воздушные корни. То есть, только земли сюда насыпешь, сразу корни вылезут. Надо больше корневой системы ему. И вот эта вот старушка, которую я обрезала, смотрите. Общипала же я все помидорки, все цветочки. Она снова выбросила цветочную кисть. Короче, ясно, без лишних там слов, что под этой лампой всем прекрасно растется. Всем хватает солнца. Ну, вообще, я вот над этим и не могу прям. Вот эта горчица, я говорю, 4 рубля отдала за пачку. Столько радости она мне доставила. Прям интересная такая. Сейчас я открою комментарии под видео. Под первоначальным вот этим видео, под которым нужно было ставить лайки. И расскажу, как упростились условия конкурса. И почему это так произошло. Когда я снимала первоначальное видео, которое называется «Бесплатно получить лампу от Марс Гидро» может каждый зритель. Я сразу честно призналась, что я в этом ничего не понимаю, не разбираюсь. Что ни разу не проводила такие конкурсы. Производители со мной общаются, как бы сказать, через автопереводчик. Там иногда женский, мужской род неправильный. И вообще иногда слова не очень подходящие в тексте. Но я вот как поняла, так вам объяснила. И только когда стали приходить комментарии от зрителей, комментариев очень много, и комментарии не просто некоторые чисто для того, чтобы лампу получить, а некоторые объясняют мне. Вот очень много комментариев. И только сейчас из комментариев я поняла, что я немного неправильно озвучила условия для получения приза. Только сейчас из ваших комментариев я узнала, что лайк можно поставить только один раз. Но я не знала этого, правда. Я, если честно, даже сомневалась, что лайк это и есть вот эта рука с пальчиком. Но оказывается на самом деле... А, кстати, смотрите, какие-то 4 злых человека даже поставили дизлайк. Даже такой хороший видеоролик, это что лампу кто-то бесплатно получит, какой-то счастливчик. Ну, короче, я даже не знаю, это что должно быть в голове у человека, что на такие видео поставить дизлайки. Ну, короче, лайк, оказывается, можно поставить один. А я изначально написала... Это вообще, что попало, сейчас скажу вам. Я написала, что... Написать позитивный комментарий, поставить значок «Мне нравится». И победитель тот, кто самый активный, прислал самое большое количество комментариев. Это тоже не так. Потому что я списалась с производителем, и я сказала, ну, это же очень сложно, как читать комментарии и все. Ну, мне сказали, что активного... Как сказать? Ну, самого активного зрителя вы можете выбрать по своему желанию любого. Или кто долго у вас, дольше всего на канале, или кто больше времени просматривает. Так что смотрите, у нас очень упрощаются условия конкурса. То есть для того, чтобы принять участие в этом розыгрыше, достаточно написать один комментарий и поставить один лайк. Все. Как мы будем выбирать, я потом с вами посоветуюсь. Вот 10 дней, всего прошло 2 дня, еще 8 дней. И я сейчас покажу, какие есть предложения. Я вам... Я еще раз повторю, что я же ничего этого не знала. Но, оказывается, можно как-то... Вот смотрите, как-то какой-то рондомный метод выбора победителя. То есть просто случайно, просто случай решит. Ну, вот такой метод... Мне, конечно, нравится. Он снимает со всех ответственность, и с меня, и вообще со всех. Я не хочу, чтобы на меня кто-то обижался. Но мне кажется, это немножко несправедливо, потому что может победить человек, который... Ну, просто случайно. Вот сегодня зашел первый раз, скажет, а, ну попробую. Напишу комментарий, что я тоже хочу такую прекрасную лампу иметь. И раз он сразу выиграет лампу. А те люди, которые действительно много лет смотрят мои видео, поддерживают меня в трудные минуты, болеют за меня, переживают, и как бы стали мне уже близкими, они останутся не у дел. Вот этот метод не нравится мне поэтому. Мы сейчас обсудим все методы, и я хочу у вас спросить, чтобы вы написали комментарий, как вы считаете, как лучше присудить. Я сейчас несколько комментариев с предложениями о выборе победителя зачитаю, и мы все вместе с вами выберем. Так, вот смотрите. Тут еще один есть комментарий. Так, 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 так. Где пишут, что лучше оставить эту лампу мне. Но я сразу скажу, я на это не согласна. Я хочу, чтобы лампа попала именно к одному из моих зрителей. И вот еще есть один. Так, так, так. А есть еще вот одна ссылка. Я думаю, что может быть производитель на нее тоже обратит внимание. не ссылка, а сообщение. Вот пишет житель Белоруссии. Вы знаете, что розыгрыш происходит только между жителями России. Она пишет, что я бы тоже такую лампу получила. Я обязуюсь на своем канале «Реальный огород» рассказывать о пользе этой лампы. Но она в Белоруссии. Ну, вот может быть... Ну, я и посоветовала. Напишите производителям ламп по ссылке. Может быть, они в Белоруссию как-то наладят контакт с Белоруссией. Сейчас я камеру выключу, чтобы долго времени у вас не отнимать. Буду листать и как буду находить комментарии с предложениями. Ну, если человек предлагает, как лучше выбрать победителя, буду вам читать. И все варианты мы рассмотрим. Потому что я не хочу решать одна, кому достанется лампа. Я считаю, что это должны решить мои зрители. Как одна голова хорошо, а две лучше. А нас очень много. и мне кажется, мы найдем самое справедливое и самое правильное решение, кому должна достаться лампа. О случайном выборе конечно, в последнюю очередь я задумываюсь, если уж не придем к одному итогу, то будет случайный выбор. Но я вот объяснила, почему мне не нравится случайный выбор. Все-таки есть люди, которые действительно сторожили моего канала, а есть кто-то пришел сегодня первый раз, и мне не хочется, чтобы лампа досталась случайному человеку. Хотя может быть это и неправильно, но вот это мое мнение. Вот смотрите, есть несколько комментариев, когда люди называют прям конкретное имя какого-то человека. Вот Надежда Красикова пишет, что я тоже, конечно, буду участвовать в розыгрыше Чудо-лампы, но все мои лайки очень прошу отнести насчет Ольги Башковой. Это тоже постоянная моя зрительница, она участвует очень активно в обсуждениях, я часто вижу эту фамилию, все. Но тут я, например, там есть, потом прочитаю фамилию еще одного человека. Вот смотрите, я сейчас объясню, почему я лично, почему только буду прислушиваться к мнению зрителей, почему я лично не хочу определить какого-то одного победителя. Мне это сделать невозможно, потому что я знаю и Ольгу Башкову, вот и других людей, которых предлагают, но сделать выбор в пользу одного человека, я считаю, это просто несправедливо, потому что у меня столько зрителей, которые мне сделали очень много добра. Как я могу, например, выбрать какого-то одного человека, а другого, а другой, как останется в стороне, но я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот мне, например, в прошлом году одна зрительница сшила своими руками два веселых гуся в подарок прислала, мы сейчас с внуком играем ими, также две мягкие игрушки, помидорки, а с Францией, ну ладно, иностранцам нельзя, но все равно с Францией прислала девушка две открытки, написанные руками, вот как акварелью, цветочки, я до сих пор ими любуюсь, вот сегодня еще смотрела, и таких, а кто-то, например, вы можете как можно подумать, что все это о материальном, но я не думаю, что это сильно материальная, вот какая-то мягкая игрушка, это просто проявление вот любви, уважения, какое-то особое, такое более близкое уже взаимодействие, так же, как мне одна зрительница там прислала такую небольшую сумму, написала, что это Мэри, вот мы купили на эти деньги Мэри игрушечку, и я теперь, когда эта игрушка, она играет, я эту зрительницу вспоминаю, она тоже дает очень грамотные комментарии нам квалифицированные такие на канале, и таких людей много, вы представьте, даже я сейчас вот села вспоминать, если не заглядывать в ту тетрадь, где мне прислали зрители, кто-то подарил семена, с кем-то мы поменялись, кто-то помог каким-то советом, как я могу выбрать одного человека, даже вот сейчас сидя на вскидку, я уже 20 фамилий вспомнила, я специально фамилии не называю, чтобы никому не было обидно, что одного назвали, а другого нет, таких людей очень много, мне вот и стул и пряник прислали, хоть это, ну казалось бы, ну мелочь, но все равно, а с Оренбурга женщина предложила, хотите прям фирменный оренбургский платок, да, она мне купила, я ей выслала деньги, но возместила, ну как, заплатила за него, но все равно, у нас нет возможности купить оренбургский платок, например, кто-то, были даже случаи, что вот мне полотенца, вышили рушники, и я, вот окруженная огромным количеством таких отзывчивых, добрых людей, я никогда не возьму на себя ответственность и не выделю кого-то одного, именно поэтому я хочу отдать это, переложить на вас эту ответственность, чтобы вы выбрали сами, и еще многие, наверное, заметили, что среди, вот, например, наподобие вот этого комментария, среди комментариев вот этих очень много тех людей, которые просят не за себя, а просят наоборот за других, и пишут откровенно, что пусть достанется тому, кому это нужнее, кто не может купить, например, я и так обойдусь, буду в конкурсе участвовать, но буду рада за тех, кто выиграет, и я действительно поняла, что у нас собралась вот такая как сообщество, группа, или я не знаю, как вот такая банда огородников, очумелых, которые в первую очередь думают даже не о себе, а о своих, вот, рядом, ну, тоже таких же зрителей, и вот этот вот комментарий Надежды Красиковой, он еще раз подтверждает вот эти все мои слова, что человек будет в розыгрыше участвовать, но все-таки она хочет, чтобы выиграла не она, а вот совершенно незнакомая зрительница Ольга Башкова, ну, вы, наверное, видели комментарии Ольги Башковой, она всегда пишет большими буквами, и немножко, как бы, как с божественным уклоном, ну, часто про Бога там высказывания различные, дальше, ну, вот все пишут, что лампа замечательная, что это мечта очумелого огородника, и что это несбыточная мечта действительно для многих, но мы сейчас, я ищу комментарий о том, как выявить победителя, и вот, кстати, про лайки, я писала, как раз отвечала зрителям еще день назад, что я написала, что я не знаю всех подробностей о лайках, если честно, сама никогда не задумывалась, что это такое, потому что смотреть видеоролики времени никогда не хватает, я думала, что лайки можно ставить под каждым сообщением, я правда, когда вот это видео снимала, я так и думала, и написала, что по ходу дела разберемся, значит, буду подсчитывать количество комментариев, но теперь уже количество комментариев я не буду подсчитывать, потому что нет надобности подсчитывать количество комментариев, будем достаточно одного, как я уже говорила, потому что я поняла, что это очень тяжело и получит, если так считать, то получит, конечно, не тот, кто действительно там активный на протяжении нескольких лет, а кто свободен именно сейчас, вот в данный момент времени, и кто больше напишет, это тоже не очень правильно. Я вот поняла, что первоначальные условия были не очень удобные именно для тех зрителей, которые действительно много лет, ну вот, все мне много раз написали, что лайкнуть можно один раз. Я теперь уже поняла, я знаю, что можно поставить всего лишь один лайк, все. Вот, например, вот тоже человек Лилия Вальтер, она сама очень постоянный такой зритель мой, но она просит не за себя, а она просит, опять же, за другую женщину. Вот такие комментарии очень трогают, и вот такие комментарии, конечно, дорогого стоят, а значит, какие все-таки у нас люди добрые, душевные. Она пишет, Оля, если выбирать между вашими верными подписчиками, то меня тронул такой случай. В конце августа мне написала в комментариях одна ваша подписчица с просьбой заступиться за вас и дать отпор бяки, написавшие гадости, чтобы вы не успели расстроиться. Представляете, как за вас человек переживает, что не просто все комменты вычитывает, но и организовывает оборону, обращаясь к другим постоянным подписчикам. Меня так тронула эта женщина, специально не поленилась пролистать все ее удомления и нашла ее. Лариса Круглик. Вот это кандидат на лампу, которого я выдвигаю. Пусть такие люди выигрывают. Поддержите меня те, кто считает так же. Вот видите, еще один кандидат. И я думаю, что таких... Я думаю, что таких людей, которые переживают больше не за себя, а за других, очень много. Но еще есть один вариант, который в самых первых рядах пришел. Это как-то вот случайный выбор, который... Сейчас посмотрим. Вот комментарий, на который я тоже обратила внимание. Этот человек вот меня просвещает. Я действительно, я же сказала, что я ни разу с этим не сталкивалась, что можно еще одним способом определить победителя. Вот он пишет... Но, как вы заметили, не у многих есть время писать много комментариев. Поэтому многие блогеры, когда что-то разыгрывают, то просят выполнить несколько условий. Это поставить лайк, поделиться в любой из соцсетей и написать комментарий. У нас, вот в данном случае у меня, делиться в соцсетях это условие не обязательно. Нужно просто написать комментарий и поставить лайк. Дальше она пишет. Розыгрыш проводят генератором случайных чисел в прямом эфире. Как это, я еще не знаю. И если тот, кто победил, выполнил все условия, он получает приз. А если кто победил, не выполнил все условия, то генератор выбирает нового победителя. То есть вам нужно проверить, также в прямом эфире соблюдены ли все требования. Это намного легче, чем считать комментарий, времени уйдет меньше. Так, написала это на всякий случай, если вам пригодится такой вариант. Да, мне такой вариант пригодится, но я еще не до конца не поняла, что это такое. Так, вот, на видео поставила класс, поделилась в одноклассниках. Никогда ничего не выигрывала, вдруг повезет. Ну, тут она пишет. И я у нее спросила, как это, генератором случайных чисел. Впервые слышу, может подробнее объяснить. Так, это кто была? Это была Евгения Ирошина. И вот Наталья Кравченко сказала, попросите Катеньку показать. Катенька тоже не знает. Мы уже посовещались. Мы не очень образованы, мы мало сидим за компьютером. Вот Елена Михайловна написала, Ольга Павловна, вам дали дельный совет. Так, это программа в интернете. Например, у вас под видео 5000 классов. Вы в этой программе ставите число от 1 до 5000. Нажимаете на строку случайное число, и вам программа выдает это число. Сразу всем понятно. Но еще забыла написать, что люди, которые участвуют в розыгрыше, должны ставить число, под которым стоит их комментарий. И число, которое выпадает в генераторе комментарий под числом, будет победитель. С первого раза я не поняла, но я потом перечитаю. Но опять же, смотрите, я уже объясняла в начале видео, почему мне не нравится вот такое методом тыка. Опять же, еще раз повторю. Потому что может человек зайти вообще в первый раз на канал и на обум скажет, на ось. А вдруг выиграю? И раз именно он выиграет. Мне, например, будет обидно, если выиграет вот такой вот случайный, просто проходящий мимо человек. Тем более, он может оказаться и не огородником вовсе. И он просто эту лампу возьмет и потом продаст. Все, смотрите. Вот Вероника Дорошевич пишет. Ничего считать не надо, достаточно ввести ссылку на видео в Рондо Майзер. Еще что-то новое. И можно найти другие в интернете. Вот, короче, смотрите, итог такой. Я сейчас до окончания вот этих 10 дней буду, постараюсь выучить все эти Рондо Майзер, что это такое, что такое генератор случайных чисел, как это надо. И еще вы можете предложить какую-то кандидатуру, которую вы считаете действительно, как сказать, заслуживающей такого приза. Ну, конечно, не себя. Ясно, что каждый себя, тот, кто пишет комментарии, ставит лайки, себя уже он априори подразумевает и выставляет на конкурс. Но вот, если вы, например, знаете человека, который больше вас достоин, можете предложить. Вот как, например, Надежда Красикова или Лилия Вальтер, вы предложили свои эти. Основная мысль вот этого моего видео, это то, что можно теперь упрощенные условия в соцсетях не обязательно делать ссылку. Можно просто написать комментарий, поставить лайк. Я думаю, большинство из вас это уже сделали. И будем ждать, когда пройдет 10 дней. К этому времени я уже решу, буду спрашивать советы у вас, как-то поделимся. Или в прямом эфире, или запишу какое-то видео. Я расскажу вам, как я буду выбирать. Согласую с вами, какой метод нам больше всего подойдет. Но я все-таки думаю, что многие со мной согласятся, что случайный метод, он не очень справедлив. Вот опять же, кто-то 3 года на канале, а кто-то всего 3 дня. Все, до свидания. Главное, что не нужно писать больше вот этих комментариев, которые действительно напрягают. Они не все могут, люди не все способны писать большое количество комментариев. Тем, кто уже написал спасибо, извините меня за то, что я вот такая необразованная. Не сразу поняла и не сразу сообразила, как что-то я не знаю. Но вы меня понимаете, что я почти всю жизнь провожу или в огороде, или в теплице. А если не в теплице, теперь в этой вот китайской кибитке сижу, в своей. Мне там интереснее, чем за компьютером. И вот у меня техническая вот эта вот сторона, знания вот этих компьютерных у меня немножко хромает. Я хромаю на одну ногу. Все, до свидания. Желаю победить, выиграть лампу самому достойному. У меня мозги на две стороны уже развалились. Я вообще позавчера вообще всю ночь не спала. Я себе головную боль придумала. Я теперь боюсь, как бы после этого розыгрыша кто-нибудь не остался в обиженных. И чьи-то мечты разобьются, кто-то разочаруется. Но это такова жизнь. Все должны заранее понимать, что победитель будет всего один. И кто предлагает, что лампу мне себе забрать, я забирать не буду. Я буду счастлива от того, что у кого-то будет такая чудесная лампа. Мне она так нравится. Я два-три раза в день захожу под нее, вот так встаю и рассматриваю, как хорошо под ней растут растения. Еще один счастливый человек появится после моего дня рождения, кому придет эта лампа. Все.